Привет, друзья! По мере того, как мы становимся старше и пересматриваем фильмы, которые любили в детстве, некоторые шутки обретают больше смысла и даже заставляют нас краснеть. Сегодня на канале UFFECT мы покажем вам 10 взрослых шуток в детских мультфильмах, которых вы раньше не замечали. В анимационном фильме Шрек злобный коротышка Лорд Факвард, который хотел захватить власть и стать королем, был уличен в непристойном поведении. Во фрагменте, где он сидел голый в постели и попивал алкогольный напиток, при этом поглядывал на портрет красивой принцессы Фионы, можно заметить, как внизу колыхнулось одеяло. Заметив это, он быстро его приподнимает, чтобы скрыть неровности. Милые пингвины из мультфильма «Делай ноги» просто показали все позы Кама Ньоги. Взрослые наверняка найдут подтекст, а вот детям действительно весело смотреть, как барахтаются на льду неуклюжие птички. Помните несостоявшуюся свадьбу ведьмы Урсулы и принца Эрик из «Русалочки»? И тут внимательные зрители заметили, что священники Диснея, который венчает пару, сильно взволнован. Очень уж понравилась ему невеста, или принц, кто его знает. Многие поклонники Диснея опровергают эту шутку и утверждают, что это просто так нарисованы штаны. А что думаете вы? Пишите свои варианты в комментариях. Но самое интересное в «Русалочке» на постере. Посмотрите внимательно, видите на что похожа одна из башен царя Тритона? Между прочим, это очень занимательная история. Незадолго до утверждения этой картинки Дисней уволил одного из аниматоров. Тот в отместку изменил башню, но вот это. Но не только в мультфильмах есть свои секреты. Давайте посмотрим на популярную игру про танки. Заметили что-то странное? Устроим челлендж «Поиск скрытых секретов Вар Тандера». Чтобы начать играть, ссылка на танки будет в описании под этим видео. К тому же по этой ссылке можно получить крутой подарок. О своих находках в Вар Тандере пишите в комментариях под этим роликом. Ругаться в фильмах для детей нельзя, это понятно, но в некоторых моментах выразить свое негодование все же нужно. Сознатели мультика «Мадагаскар» решили вопрос гениально. Группа избалованных животных убегает из своего нью-йоркского зоопарка на остров Мадагаскар. Лев Алекс испытывает галлюцинации, вызванные голодом, и поэтому его друг Марти начинает казаться ему слишком аппетитным. Когда они высаживаются, голодный Алекс начинает преследовать Марти и тот выкрикивает на английском, казалось бы бессмысленную цепочку слов. Если взрослый на секунду задумается, то первые буквы этих слов образуют не совсем хорошее слово. В старом мультфильме «Спасатели» 1977 года вообще трудно представить что-то неподобающее. И тем не менее, когда мышка мисс Бианка со своим другом летит спасать девочку Пенни, на заднем плане появляется полностью обнаженная девушка. Да, в те времена тоже могли шутить. Недетские шутки и двусмысленные моменты проскакивают в каждом эпизоде губки Боба. То воздушные шары своей формой уж слишком напоминают презервативы, и он с радостью их надувает. То Спанчбоб делает вид, что ошибся каналом, и ему как бы случайно попались взрослые фильмы. В холодном сердце Кристоф расспрашивает принцессу Анну о принце, за которого она собралась замуж. Парень задает девушке каверзные вопросы, которые должны показать, насколько хорошо она знает возлюбленного. Например, какой у счастливчика цвет глаз? Как зовут его лучшего друга? И какой у него размер ноги? На что Анна отвечает, размер ноги не имеет значения. Шутка, которая, несмотря на свою избитость, заставила смеяться взрослых. В третьем мультфильме о приключениях Алладина главный герой и прекрасная Жасмин наконец женятся. Как раз во время свадьбы на дворец нападают, земля сотрясается, и Джинн говорит, я не ожидал землетрясения до начала медового месяца. О чем это ум подумали дети, а взрослые усмехнулись с забавной шутки. Джуди, жизнерадостная зайчиха-полицейский из Зверополиса, рассчитывает размер штрафа, который грозит пройдохе Лису Нику. Озвучив сумму, она говорит, возможно я всего лишь глупая зайчиха, но мы зайцы хороши в умножении. В английском языке слово умножение звучит как multiply, у которого есть второе значение – размножение. Как говорится, реакция Лисы бесценна, ведь он никак не ожидал услышать подобную двусмысленную шутку от милой зайки. В тачках после гонки молнию везет большой грузовик. По дороге им встречается дорожный знак с названием ресторана, который дословно можно перевести «Безверхая остановка для грузовиков». На второй, менее приметной виске можно прочесть «Машина-официантки со съемной крышей». Взрослым зрителям было несложно провести аналогию с миром людей. А вот еще одна находка в онлайн-игре про танки, которую мало кто замечал. Обратите внимание на руку пулеметчика. После крутых игровых событий экипаж иногда делает одобрительные жесты, но это не всегда. Ссылка на игру будет в описании под этим видео. Кстати, War Thunder работает даже на слабых компьютерах, и она абсолютно бесплатна. Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какие из показанных нами сцен вы замечали в мультфильмах. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok